Какие файлы на компьютерах вы знаете? PINRAP PINRAP Еще какие? ZIP ZIP Word Word Калькиляторы Так Игры Картинки и игры Skate Делесист С помощью каких программ вы знаете? Aqui Macro gallon iOS PINRAP DROP Mолодцы А с помощью каких программ вы можете открыть графические файлы? То есть, с помощью Pay Делесистов Медиагет Microsoft Медиагет Медиагет Майкрософт С помощью какой программы вы можете открыть Видеофайлы в медиа-плее. Так. Дерайвер файл. Молодцы. Давайте, так. Мы с вами только что переселили файлы, программы. Давайте попробуем сформулировать тему нашего урока. Программа, файлы. Так, программа, файлы. Еще какие варианты есть? Система. Так, система. Программа на компьютере. Так, программа на компьютере. Молодцы. Так. Смотрим и пишем тему вида программного обеспечения компьютера. По, сколько, системные, по, операционной системе, остальные функции операционной системы. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с файлами операционной системы, с программами компьютера. В компьютере имеется несколько видов программ. Несколько видов программ. Есть у нас системные программы, программы, есть прикладные программы и есть, какие программы, как вы думаете? Система программирование. Так, мы с вами сейчас рассмотрим прикладные программы обеспечения компьютера. Так. Программирование программы обеспечения, это кто будет программ, с помощью которых вы можете решить свои последневные задачи, не прибегая к программированию. Впишем. Спасибо. Продолжение следует... До появления современных компьютеров пользователи сами составляли программы. Они сами сначала писали программу и только потом с помощью этой программы решали свои последневные задачи. Но сейчас уже пользователи не пишут программу, а пользуются готовыми программами. Такие программы называются прикладными программами, и они делятся на два вида. Первый вид – прикладные программы общего назначения и прикладные программы специального назначения. С помощью каких прикладных программ и общего назначения вы используете в своей последневной жизни? «Paint», 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 «Word», «Mozillo», «Francois», «Fugl», «Fugl», «CorelDraw». Так, прикладные программы общего назначения тоже делятся на несколько вида. Это текстовые редакторы, вы правильно сказали, «Word», «Blocknote». Еще граммовские редакторы, «Paint», «Photoshop», «CorelDraw». Вы тоже с ними пользовались. Есть система бронебасовый данный, есть пакеты мультимедийных презентаций и так далее. Есть программы специального назначения, с этими программами работают специалисты, например, математики, архитекторы, композиторы, дизайнеры, бухгалтеры. Такие продолжительства на несколько видах – это музыкальный программ, бухгалтерский программ, агентские пакеты и так далее. Второй вид правильного включения – это у нас система программирования. Это универсальные средства работы с информацией и инструментами для работы программистов, ориентированные на определенный язык программирования. Так, пишем определение. Система программирования. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Любые программы... Но для этого нужно знать язык программирования. В школе мы будем изучать с вами язык программирования Pascal и будем работать в среде Pascal ABS. Но уже в университетах вы научитесь работать с программой C++, это уже более профессиональный язык. Но для программирования вы должны знать обязательно математику, физику и должны уметь работать с компьютерами. Так, и третий вид программ выключения это системное программное выключение. Это программ, обеспечивающий выполнение общих для всех программ и физических задач, взаимодействие с аппаратурой и а вот с пользователем. Продолжение следует... 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 памятью процессора внешнего устройства и файлов, а также ведущий диалог сцент пользователя. Субтитры создавал DimaTorzok После запуска компьютера первым делом запускается у нас какая программа? Как вы думаете? ОСОФИРНА ЗАЗНАЧЕНИЕ Нет, ОСОФИРНА ЗАЗНАЧЕНИЕ, а ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА. То есть у нас запускается Windows. У кого-то Windows 7, у кого-то Windows 8, у кого-то Windows 10. Первым делом запускается ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА загружается в жесткую, в оперативную память. И после этого мы уже можем работать с этим компьютером. Если на компьютере не установлена ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА, то мы не сможем пользоваться этим компьютером. Но также можно установить несколько оперативных систем в один жесткий диск. Можно установить Windows, например, и можно параллельно установить Linux. Но при включении компьютера появляется диалоговое «Но», и мы должны работать либо Windows, либо Linux. Второй вид СИСТЕМНО ОПЕРАЦИОННАЯ 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 ОПЕРАЦИИ. ИНТРИГУ ИТАВАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИО! Как вы думаете, как она общается с нами? Установлена программа. С помощью диалога. Как он составляет диалог с пользователем компьютера? Вы видели когда-нибудь? Да. И когда это? Например, подтверждение удаления файлов. У всех разных программ он запрашивает, что эта программа может быть опасна для конструкции. Да. Компьютер как бы общается с нами. Когда мы хотим удалить какой-нибудь файл, операционная система выводит на экран маленькое окошко. Это окно мы называем диалоговым окном. И там написано вопрос, вы действительно хотите удалить этот файл? Если мы этот файл хотим удалить, например, с флешки, то она пишет, компьютер удалит этот файл безвозвратно. Вы видели такое? Компьютер как бы общается с нами. Когда мы устанавливаем на компьютер какое-нибудь программное обеспечение, компьютер вводит сообщение. Эта программа может внести изменения в вас в русский язык. Компьютер как бы с вами общается, он вас предупреждает о возможных последствиях. Мы обычно нажимаем кнопку «Да», мы знаем, подтверждаем. Потом вводит другое окно, куда вы хотите установить эту программу. Выбираем папку. Да, мы выбираем папку. Компьютер с нами общается с помощью таких окон. Таких окон очень много. Иногда, как раз, компьютер задает нам одни и те же вопросы. Когда мы хотим удалить что-нибудь, оно вводит одно сообщение. Мы нажимаем «Да», еще будет одно сообщение. Но компьютер как бы система делает тогда, когда мы удаляем какой-нибудь важный объект или системный файл. Он вас переспрашивает. Ты об этом знаешь, ты это прочитал. И после этого он удаляет два файла. Но если мы не прочитали вот это сообщение, то мы можем удалить нужный нам файл. Можно вернуть в корзину. Да. Сначала компьютер, как раз, затем удаляет файлы из папки в корзину. Но если мы ощущаем корзину, то уже эти файлы мы не сможем сами восстановить. Вернуть. Так. И третий вид. Системный УПО. Это сервисные программы. Еще предъявление. Вносите специальных программ для обслуживания компьютера. Системный УПО. 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 Это диагностические программы, то есть диагностируют, например, оперативный файл, жесткий диск, сами программы. Есть еще программы для обслуживания жестких дисков, они могут сделать диагностацию, разделить жесткие диски, например, на локальные диски, то есть система ставит, ну, один жесткий диск можно разделить на два. В одном, например, локальный сет C мы оставляем оперативную систему, а локальный сет D уже можно хранить свои личные файлы и не потерять. Есть программа для работы CD с компакт-дисками, например, самая популярная программа это NERA, алкохол, есть еще архиваторы, вы сказали, винрад, винзип, есть антивирусные программы, чтобы защитить наш компьютер от вредоносных программ, вирусов. Есть еще плееры, плееры, видеоплееры, провериватели, есть ауи-провериватели, например, самые популярные, ну, обычно мы пользуемся, раньше пользуемся Винап, сейчас мы пользуемся Windows медиаплеером, есть ауи-плеер для музыкальных файлов, есть ауи-плеер для музыкальных файлов, есть кауи-плеер для видеофайлов, тоже медиаплеер для Windows. Какие антивирусные программы вы знаете? АВАС. АВАС, еще какие? АВАС. АВАС, еще какие? АВАС. Какие? Какие? Так, есть некоторые антивирусные программы платные, есть бесплатные. Бесплатные. Нортон? Нортон. Нортон? Нортон. Самая популярная, платная, прежде всего, ваше мнение. Касберский. Ну, в России, Касберский. А самая распространенная, бесплатная, инвестиционная программа? АВАС. Нет, доктору, платная. А, 360? АВАС. По-моему, АВАС. Слышали такое? АВАС. У нас вдруг, вдруг итак, есть плавные версии, есть бесплатные версии.